Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберём ваши вопросы. Вы описываете проблематику, связанную с своей сестру. Вы говорите о том, что у сестры есть определённый образ жизни, у сестры есть определённые установки стран. По факту запретила себе любую социализацию стран, по факту запретила себе любую социальную роль, кроме как роль сотрудника и роль сестры-матери по отношению к вам. Вы говорите о том, что когда были в юношеском возрасте, то пытались походить на неё. Ну, надо сказать, что практика достаточно распространённая, когда младшая сестра пытается быть похожей на старшую сестру. Вот, в некоторой степени идеализируют её. И мне кажется, что вы как раз таки ещё не совсем отошли. От, ну как раз, её идеализации. От того, чтобы её идеализировать. То есть, несмотря на то, что вы как-то от неё отдалились, несмотря на то, что вы как-то стараетесь сейчас от неё что-то скрывать, всё равно вы идеализируетесь. Но сестра – это достаточно серьёзная фигура в вашей жизни. И, на мой взгляд, именно это является проблемой. На мой взгляд, именно данный аспект является крайне существенной трудностью. Потому что до тех пор, пока вам, ваша сестра, видится сколько-нибудь серьёзной угрозой, пока ваша сестра видится вам сколько-нибудь значимой фигурой в вашей жизни. Причём значимой фигурой в вашей жизни именно в том смысле, что вы её возвеличиваете, вы ставите её на пьедестал в какой-то степени и так далее. Будет проблема, будет проблема. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы пытаетесь понять её, как вы пытаетесь понять, что это за тип людей. То есть, в какой-то степени вы пытаетесь обесценить её, вот, вы пытаетесь как-то, как-то уравнять её с другими людьми. Но это на самом деле всего лишь просто подтверждает мою мысль, мою мысль о том, что вы её идеализируете. А обесценивать не нужно, а нужно больше доверять себе. Здесь мы переходим к следующему важному пункту. Это, собственно, вы. Я думаю, что есть некоторые причины, по которым вы хотели быть похожи на сестру больше, чем это происходит. Естественным образом, чем это происходит. Я думаю, что это всегда какие-то сомнения в себе. Я думаю, что это так же, как и у вашей сестры, некоторое обесценивание себя. У вашей сестры в большей степени, у вас, может быть, в меньшей степени. Но то, что у вас в меньшей степени, делает вас, скорее, более противоречивой, более неуверенной в себе. Тогда как сестра при всей своей экстравагантности поведения выглядит более гармонично. Потому что у неё есть всё-таки позиция, она её следует. Не важно, счастлива она или нет. Важно то, что она более гармонична. Мне кажется, что ваши противоречия, ваши страхи, которые вами ощущаются несколько более полно, чем с сестрой, необходимо разобрать. Ваши противоречия необходимо разрешить и неуверенность в себе. Убрать, повысить уверенность в себе, повысить самооценку. Есть очень важный момент, в котором вы пишете, что хотите гулять в своей будущей семьёй. И здесь очень важен вопрос семьи. Именно вопрос семьи, именно ваша потребность в семье может играть с вами злую шутку. В плане того, что вы можете стремиться к семье. А поскольку сестра – это семья, вы можете стремиться к семье. То есть, по-видимому, вами были специфичным образом усвоены ценности семьи. Немножко нет в деструктивном ключе. Опять же, с сестрой в большей степени, в более агрессивной форме. Вам в меньшей степени, в менее агрессивной форме. Но, тем не менее. Необходимо увидеть, что кроется за потребностью в семье у вас. И тогда будет несколько более понятно, несколько более логично, несколько более очевидно, что вам делать дальше. Какие собственные дыры, по вашему мнению, собственные моменты болезненные вы пытаетесь закрыть. Да, конечно же, сестра боится того, что вы будете лучше нее. Да, да. Сестра, конечно, боится, что можно по-другому, можно иначе жить. И сестра боится, что вы будете счастливы. Но самое главное, сестра боится, что вы ее бросите. И здесь последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, это работа с личными границами. Это умение выстраивать общение так, чтобы, первое, четко отделять себя от другого человека. Второе, не обижать его. То есть, ну, не обижать, не обвинять, да, не использовать оскорбление. Третье, говорить нет. У вас есть одна проблема. Проблема с тем, чтобы говорить нет. Не конфликтное общение. Ну, в принципе, то самое, что и не обвинять. Вот, то, что вам необходимо проделать. Та работа, которую вам необходимо проделать. Вот, в принципе, и все. Сейчас, когда вы говорите, что она переехала подальше, но по-прежнему лезет в вашу жизнь. А это исключительно вопрос того, что вы ей позволяете это делать. Вы позволяете ей лезть в свою жизнь, к сожалению. Это не ее ответственность, а ваша, потому что жизнь ваша. И, к сожалению, на данный момент татанция такова, что вы пытаетесь разобраться в ней, а не в себе. Вы пытаетесь понять ее, а не в себя. А работать вам нужно именно над собой. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.